Экологическая ситуация в Артёмовском городском округе, несмотря на отчёты чиновников, требует постоянного внимания и совместной систематической работы органов местного самоуправления, специальных организаций и широкой общественности. Существуют долговременные планы соответствующих мероприятий, но есть и конкретные задачи, которые необходимо реализовать уже в этом году. Планируется реализация мероприятий по обустройству источников нецентрализованного доснабжения, в первую очередь, пока в рамках имеющегося финансирования планируем обустройство родника Паршинский ключ по улице Коммуны в городе Артёмовском. И при наличии экономии средств, которые потом образуются по результатам аукциона, также деньги будут направлены на обустройство колодца по улице Суворова и на остановительные работы на роднике сели Бичур. Также планируется проведение аукорицидных обработок гиротизационных и проведение исследований воды в районе пляжей, проведение исследований по Радону. Сейчас будет направлено объявление о сборе информации, кто-то уже нам направлял, потому что знает, что работа ежегодно проводится, поэтому сведения уже даже жители направляют, не ожидая оповещения через средства массовой информации. Сейчас тоже пользуясь случаем, призывая жителей Артёмовского городского округа, которые проживают на первых этажах, вы можете обратиться в отдел эксплуатации ЖКХ и экологии для проведения исследований уровня Радона по телефону 25358, город Артёмовский. Также будет предусмотрен договор на сбор обезврежения ртуц, содержащих ламп от населения. Планируется первый этап сбора, это последняя неделя апреля, договор уже заключен, второй этап это будет четвертый квартал. Мы также объявления подаем, направляем в территориальные органы местного самоуправления данную информацию, которую доводят до жителей своих населенных пунктов. Также планируется мероприятие по ликвидации местных санкционированного размещения отходов на территории и биотехнические мероприятия. Выполнение первой части этапа работ по благоустройству особо охраняемой природной территории в поселке Красногвардейский Пушкинская аллея. В этот год планируем устройство тропиночной зоны. Конечно, планировали проведение работы первой этапа в полном объеме, требуется около 4 миллионов, но финансирование выделено меньше, чем мы заявляли. И, соответственно, начнем одну из частей этих работ. И у нас также определен подрядчик на выполнение работ по разработке проекта зоны санитарной охраны на водозаборной скважине, расположенной в поселке Красногвардейский. Это 32-я скважина, скважина в районе лес кромхоза и химлесхоза. Проведение мероприятий также по экологическому образованию и воспитанию. Это организация конкурсов, массовых мероприятий. Помимо этого мы работаем и с хозяйствующими субъектами. Они нам представляют информацию о реализации своих мероприятий, о разработке нормативной документации в области природопользования. К сожалению, единственное, что есть проблема в том, что предприятия нестабильно работают, что они меняются. И даже сами экологи жалуются на то, что сегодня такое-то, завтра другое. И им приходится эту документацию опять постоянно перерабатывать, порой даже не успев утвердить, довести ее до стадии утверждения. Несмотря на то, что специалисты подтверждают превышение содержания железа и кремния в питьевой воде, характерное для артемовских территорий, конкретных вариантов решения данной проблемы мы так и не услышали. Впрочем, ничего не сказано и о судьбе буланажской свалки. Известно лишь, что рассматриваются варианты месторасположения нового полигона ТКО. Однако от рассмотрений и утверждений до его открытия пройдет неизвестно сколько времени, за которое проблема будет только усугубляться, а уровень кипения страстей среди населения только повышаться.